Выводные будут насыщенными концерты, спектакли, выставки и фестивали. Начнем по традиции афишу с обзора культурных событий. И небольшой совет сразу после просмотра. Отправляйтесь к осып, пока еще остались билеты. В субботу филармонию посетит гость из Германии Герхард Лёфлер, титулованный органист церкви Святого Якоба в Гамбурге. В областной столице он тоже сыграет на этом древнем инструменте органе. В космосе зрителей в этот же вечер ждет совсем другое настроение. Театр танцевальных форм «Контраст» представит премьеру хореографическую программу «Нью Фейс» или «Новые лица». В воскресенье не пропустите юбилейное шоу «Илья Вербуха». Оно называется «15 лет успеха» в программе выступления лучших спортсменов, олимпийских чемпионов и победителей чемпионатов мира. Их имена вам хорошо знакомы. Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар, Максим Траньков и многие другие. Также в последний день недели даст концерт ансамбль барокко его художественный руководитель и музыкант Антон Шароев. Кстати, 7 мая маэстро исполнится 90 лет, а он все еще в прекрасной музыкальной форме. С детьми в выходные тоже можно сходить в филармонию. Такое приобщение к классике понравится даже непоседам. Ну а тем, кто совсем не дружит с классикой, тоже расскажу, чем заняться. Но обо всем по порядку. Ведь в программе один из самых популярных проектов сказки с оркестром Тюменский филармонический в компании с актером драматического театра Владимиром Орлом и мастером песочной анимации представят спящую красавицу. Пока одни юные тюменцы следят за музыкантами из зала, другие сами выходят на сцену в выходные и отчетный концерт студии вокала «Максимум». Среди их воспитанников есть даже участники шоу «Голос». А вот где всем ребятам будет весело, так это на детском фестивале. Их ждет шоу-программа, фудкорт, творческие игровые мастер-классы. А пока дети развлекаются, мамам тоже скучать не придется. Для них организовали зоны красоты и фэшн-показы. Конечно, грудничкам на фестивале особо делать нечего, а вот в театре самый раз, если там дают бэби-спектакль. Как в «Космосе» в эти выходные. На такую постановку приходят только зрители в ползунках и их родители. «Космос» вообще в выходные предлагает весь спектр событий. О культурных и детских уже рассказали, теперь пора поговорить о развлечениях для молодежи. В воскресенье зрители ждет море юмора. По крайней мере, так обещает театр комедийной импровизации «Брекфаст Бэнд». Ребята не готовят шуток и не прописывают сцены, играют то, что захотят зрители. Говорят, всегда получается смешно. А главную тусовку выходных устроит гармония. Вечеринки этого творческого объединения на слуху у всей клубной Тюмени. Проходят они многолюдно, весело и не так, как у всех. Ну и главным событием станет праздник Светлой Пасхи. Далее о том, как провести выходные, полезно и интересно. В выходные можно посетить экскурсию Тюмень. Наши святыни поездка будет проходить на двухэтажном автобусе, а маршрут выстроен по главным храмам Тюмени. Многие мечтают научиться петь, но не каждому это дано. А вот и нет. В субботу пройдет уникальная лекция «Пение для всех». Опытный педагог расскажет, почему петь может каждый и как этому научиться. Еще одно полезное мероприятие уикенда о том, что нас ждет в будущем. Это не сеанс ясновидения, а лекция по футурологии. Ученые расскажут, как наша жизнь изменится в ближайшие 5-10, а то и 50 лет. Ну и завершающее событие нашего обзора – выставка по туризму и охоте. Здесь ценители отдыха на природе ждут мастер-классы, чемпионат России по таксидермии и творческие номера от спортивных школ Тюмени. Этот топ-событие подготовлен совместно с пабликом «Афиша Тюмень». И на этой неделе у нас есть для вас интеллектуальный презент – подарочный сертификат на участие в игре «Мозгобойня». Чтобы его получить, делайте репост этого видео из группы «Утро с вами ВКонтакте». А в комментариях мы ждем от вас ответ на вопрос, сколько времени у нас ушло на создание этого выпуска рубрики «Афиша». Итоги подведем в понедельник и отличных вам выходных! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!